В институте международных отношений Казанского федерального университета прошла лекция «Шуверенитет России. Правовые, экономические, технологические и информационные вызовы». Были затронуты разные грани развития нашей страны. Она исключительно злободневна, потому что это не что иное, как вопрос субъектности. А субъектность может быть и государство, у университета, у человека, у группы людей и так далее. И она означает, что мы сами себя осознаем, не используем то, как нас другие обозначили или назвали, а сами. Учитывая, конечно, мнение окружающих, но все-таки мы определяем себя сами. Люди не только размышляют, но и проектируют свою жизнь и ее строй. Все это вместе и есть субъектность. Можно сказать, что это понятие выше суверенности, но и взаимосвязано с ним напрямую. Суверенность на каждой стадии развития человечества имеет то или иное содержание, и борьба за суверенность служит средством субъектизации. Если помните такую картину Сальвадора Дали, где из земного шара так как бы вылупляется какая-то сущность. И совершенно маленькая становится Европа, совершенно маленькая Америка, вот какая-то новая сущность. Вот фактически Дали пророчески на этой картине показал, что происходит. Еще тогда происходило. Мир периодически испытывает всякого рода катаклизмы, трансформации. И если это говорить о главном выводе, то как раз я хотел показать, что эта сложнейшая эпоха, она очень оптимистична. Тема суверенитета России в последнее время приобрела новый смысл в силу перестройки мирового хозяйства и мировой экономики. Страна находится в процессе глубочайших трансформаций, не только цифровых, но и антропологических. Мир периодически испытывает различные катаклизмы, но по словам спикера, стоит сохранять оптимизм. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова